всем привет с вами виктория добро пожаловать на мой канал сегодня готовлю сливочный крем маскарпоне маскарпоне использую для приготовления такого известного десерта как тирамису либо для приготовления кремом для тортов также его можно намазать просто на хлебушек либо сделать десерт с фруктами или ягодами оставайтесь со мной все готовится очень просто и быстро для приготовления нам понадобится всего два ингредиента это сливки и сок лимона сливки можно брать от 25 процентов жирности до 35 процентов я буду использовать сливки 30 процентной жирности также нам понадобится кастрюля емкость и дуршлаг в которой мы будем в последующем процеживать наш сыр маскарпоне и марли либо кухонное полотенце сначала займусь лимоном лимон разрезаю напополам можно взять уже готовый сок лимона выдавливаю сок лимона для приготовления маскарпоне на 1 литр сливок понадобится 2-3 столовые ложки сока лимона и сок лимона буду процеживать через ситечко чтобы не осталось никаких семечек никакого пюре можно все это сделать с помощью вилки и процедить затем в кастрюлю выливаю сливки и ставлю кастрюлю на средний огонь я буду использовать для перемешивания деревянную лопатку сливки нам нужно довести до закипания но не кипятить и все время вот так вот перемешиваем не перестаем перемешивать чтобы ничего не подгорело ничего никуда не убежала огонь средний как я уже сказала если у вас есть кухонный термометр то это очень хорошо и вы можете его использовать сливки нужно довести до температуры 80 85 градусов не больше если же у вас нет термометра как у меня то доводим до первых булек и как только вы увидите небольшие пузырьки добавляем сок лимона вот так тоненькой струечкой добавляем сок сразу уменьшаем огонь можно даже выключить огонь и хорошо перемешиваем когда мы все хорошо перемешали включаем огонь но огонь делаем минимальным как можно меньше и не переставая перемешивать оставляем еще на две-три минуты в массе должны появиться вот такие крупинки сейчас я вам покажу значит все правильно процесс пошел выключаем огонь отставляем кастрюлю и даем немного остыть нашей массе затем массу нужно перелить в другую емкость чтобы она побыстрее остыла накрываем массу пищевой пленкой в контакт и оставляем остыть полностью при комнатной температуре масса остыла я убираю пленку сейчас я вам покажу какая примерно по консистенции она должна получиться на этом этапе посмотрите масса немного загустела стала кремообразной значит все правильно беру емкость ставлю нее дуршлаг нужно поставить таким образом и нужно взять такую емкость чтобы дуршлаг полностью не касался донышка чтобы было место куда у нас будет стекать сыворотка перекладываю дуршлаг марли у меня вот такая марля она такая толстая очень удобно если у вас обычная марля то нужно ее сложить 8 слоев либо использовать кухонное полотенце и выливаю массу в марлю вот таким образом сыворотка сразу начнет стекать в емкость хочу вам показать посмотрите и важно чтобы дуршлаг не прикасался к жидкости которая будет выделяться к сыворотке время от времени если у вас не собирается много жидкости то выливайте ее далее собираю марлю в узелок и завязываю ее резинкой и убираю в холодильник на 24 часа можно убрать не в холодильник а в холодное место если например уже на улице холодно то поставить ее на балкон 24 часа прошло и сейчас я вам покажу что получилось посмотрите вот столько сыворотки еще стекло я один раз выливала сыворотку и еще стекло вот столько развязываю резинку и ответственный момент тогда наш сыр маскарпоне или крем маскарпоне готов я вот сейчас прям попробую кусочек я не удержалась сразу попробовала очень очень вкусно обожаю этот сыр часто готовлю из него разные вкусняшки особенно используют для приготовления крема для прослойки коржей для тортов на моем канале много разных рецептов домашней выпечки все ссылочки я вам оставлю в описании перекладываю сливочный сыр маскарпоне на блюдо посмотрите марля тоже будет такая вся вся мокрая вся жидкость впитывается в марлю или в кухонное полотенце в зависимости от того что вы используете сейчас я вам покажу какая консистенция получилась у маскарпоне какой он у нас внутри очень нежный и такая консистенция как в магазинном креме и мы точно знаем что мы сюда добавляли что никаких консервантов никаких добавок ничего нет кроме сливок и сока лимона сейчас я взвешу чтобы сказать сколько у меня получилось маскарпоне из одного литра сливок у меня получилось 540 грамм убираю маскарпоне в герметичную форму закрываю крышкой и убираю в холодильник храню я его примерно в течение двух недель надеюсь этот рецепт и видео вам понравились ставьте лайки пишите мне ваши комментарии и отзывы подписывайтесь на мой канал заходите на мой канал почаще а я всем желаю прекрасного настроения приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами